Итак, всем привет, с вами YouTube Game. Начинаем мы играть в World of Lazy-A, в этот раз в США. Кто не знает, этот мод привносит очень много нововведений. Самое основное, я бы сказал, это абсолютно новое исследование артиллерии, флота, самолетов, даже обычного вооружения, ну конечно же танков, для всех мажоров. То есть у них абсолютно уникальное исследование в этом плане. Как видите, у США, допустим, до 1939 года вообще нет новых танков. Есть какие-то вот эти вот древние M2 Light'ы, а реально танкостроение начинает развиваться в 30-м году. И, ну, достаточно, я бы сказал, неплохо. В других странах ситуация другая. Также здесь очень боты хорошо проработаны, у них очень много скриптов. Им неплохо так накидывают ресурсов, каких-то еще прелестей типа заводов. Немножко производствуем мапы, то есть, ну, в общем-то, боты тоже намного сильнее. И играть в этот мод, соответственно, поинтереснее, потому что посложнее. Как вы, может быть, уже знаете, не знаете, если вы вдруг смотрели мое прохождение Советского Союза. Советский Союз здесь очень сильно за дебафом. То есть, как бы, прям, прям очень больно. Особенно если посмотреть на вот ВВС, армию. И что же у США? Не может же быть в США не оставлено без внимания. И это верно. Здесь депрессия еще жестче. Стартуете вы без вообще свободных фабрик. У вас просто, ну... Торговлю можно использовать и минус 5, если что, а настройку 0. Примерно вот такая вот ситуация в США в этом моде. Но, конечно же, мы это все будем исправлять. Во-первых, у нас здесь есть великая депрессия. У нас есть нейтралитет, мы не можем никому помогать. В будущем это изменится, конечно же, и мы будем помогать, я думаю, и Британии. И, скорее всего, Советскому Союзу посмотрим там, как что пойдет. И в чем у нас вообще, как бы, миссия, как от этого избавиться? Нам нужно, вот сюда вот посмотрим, модификаторы экономики штатов депрессии во всех штатах. То есть, у нас есть вот такие вот модификаторы на каждом штате. Экономика старцев депрессии. Если мы здесь поднимем инфраструктуру до 8 уровня, а игра, благо, слава богу, если бы этого не было, было бы, ну, сумасшедство играть на США. Сразу вам на старте проставлять всю инфраструктуру нужную во всех штатах. Причем еще делается акцент на том, что часть инфраструктуры вы получите по фокусам, как, допустим, вот здесь. То, конечно, нормально. И нужно построить всю эту инфраструктуру, поубирать все вот эти модификаторы, и затем мы сможем уже восстановить нашу экономику. Причем интересный факт. Вот здесь вот дается инфраструктура, а здесь нет. И игра считает, что вы все-таки идете сюда и не проставляете вот эти вот единички инфраструктуры в постройках там. Я хочу пойти вот сюда, потому что здесь дается чуть побольше промышленности, и еще здесь фракция становится более дружелюбной, и в теории будет получше участвовать в войне. В чем фишка? Тоже США. У нас есть фракции, как и, в принципе, во всех здесь больших странах, все фракции тоже с уникальными различными взаимодействиями. И, видите, у нас здесь есть провести переговоры. В чем фишка? Когда начинается война или уже перед ней, мы можем вести переговоры с нашими промышленниками о том, чтобы они начали делать нам военные заводы. И не просто огромными, огромными числами будут эти заводы нам делать. Из гражданских заводов, если я правильно помню, фабрик точнее. То есть вы там буквально по сколько, по-моему, 15 каждые пару недель военных заводов будете получать. Это очень сильно, это очень прикольно. Но на старте у нас вот так вот, 28 военных заводов, 800 фабрик. Это самое большое число на карте. У Советского Союза там, по-моему, 160-180. У Германии тоже где-то тут, видите, сотка примерно, тут где-то 150. То есть, ну, мы реально промышленный гигант, но нам реально нужно время, чтобы остановиться. Повысил я инфраструктуру, в первую очередь вот сюда вот поставил, там, где есть какие-то ресурсы. То есть там нефть, нужны нам там железо. Здесь экономика переработана, сталь нужно делать из железа, алюминий из бокситов. То есть повысил вот эти где-то, повысил нефть и чуть-чуть повысил альфрам, потому что он тоже будет нужен. Вообще-то на этом, я думаю, все с том, о том, что у нас будет происходить. Единственное, еще по флоту. Здесь в начале войны будет дебаф у нас на торпедную атаку и на морскую атаку всех самолетов. На 80%, на, по-моему, 2,5 или 3 года, что-то такое. Соответственно, нам строить авианосцы, конечно, хочется, потому что авианосцы в этой игре, ну, очень сильны. Но основной, наверное, упор мы будем делать именно на линкоры. Скорее всего, потому что линкоры не дебафают во время войны, или первый вот эти вот промежуток времени. Опять-таки, на этом, наверное, все. Хорошо, поехали. И вот, что делает депрессия с нами, так сказать, в 36 году. У нас, короче говоря, на 20 дней останется, если мы... Так, и у нас здесь, кстати говоря, акты на скорость поздравления инфраструктуры отменяются. У нас, в общем-то, много бафов на постройку инфраструктуры, вот типа таких вот. И, ну как, сейчас он только один, потом еще наберется. Потому что нам нужно ее как раз-таки быстро построить. И да, нефти под этими дебафами, конечно, ну, очень мало. Еще и экспортируется миллион. И игра нам немножко перерассчитала фабрики. Все-таки дала нам немножко, слава богу. И вот такая вот у нас экономика здесь. Нам нужно только хром и резину подзакупать. Нормально, в принципе. И инфраструктура куча нам. Ну, пока что 15, но надо кучу построить. Уже начинаем хотя бы по одному. Ложиться в экономику, это, по-моему, гражданский завод. Это, пожалуй, я делать не буду. Сразу также нажал здесь, если что, в среднем сусиле по лоббированию. Потому что у нас политка в минус не идет. А плюс поддержку вот здесь вот нам, конечно, нужно получить. И у нас здесь еще есть модификатор сразу. Стретится платин гувера. Доставлено 15 фабрик, 3 инфраструктуры. Еще там вон инфраструктуру накинет. И плюс еще вон ребят тоже бафнет. И фабрики ТНП заберет. То есть, короче, закончится вот это вот. Станет нам еще чуть-чуть получше дышать. Япония выходит из морского соглашения. В принципе, историческая тема. Мы же в нем остаемся. Но через годик у нас тут будет особая оговорка. В целом нам, наверное, плюс-минус плевать. Потому что корабли все вот эти вот мы строить не можем. И мы их все равно будем строить через вот эту кнопочку прекрасную. Ну-ка. Она, наверное, где-то... Хм-хм. Вот они, да. В принципе, они здесь и были. Вот. Мы будем следовать новые штуки. И мы будем добавлять себе производственные линии. Как раз и новых кораблей. Примерно, как я так понимаю, они и закладывались. Исторически, наверное. Итак, тут дальше идет. Либо отсюда уменьшить экономическую усталость. Экономическая усталость тоже механика. Вы можете видеть, на вашу экономику потихоньку начинают душить. Там стабильность, скорость строительства, объем производств, ТНП, ресурсы, в общем-то. И мы можем либо сделать сюда, либо сюда. Ну, исторический путь сюда. Плюс здесь, видите, сколько в оппозицию ходит. Народ враждебный. Так что нам сюда нужно. Поехали. И мы можем начать исследовать новые авианосцы. Давайте их исследуем, чтобы их заказать. Ячейк у нас не так много исследовательских. Но праведливости радио у нас не так много и нужно исследовать. У нас нету панков на данный момент. У нас ближайшие исследования в артиллерии только вот здесь вот. Легкой артиллерии вообще до 39-го нету. Авиация аналогична тоже. Тут будет в 37-м немножко, но все начинается вот здесь вот только. Как бы. По пехоте то же самое. 39-й плюс. То есть все нормально. И потихоньку мы оживаем. Подняла все-таки в самый верх, наверное, сначала нефть, чтобы тренировать наш флот. И тренировать нашу авиацию. Авиацию всю нашу я согнал вот сюда. Вроде как это реально все. Да, все верно. Чтобы они тут у нас качались. Добывали нам опыт. Вообще вот это тоже можно все на качку отправить. Это очень старые самолетики. Так что они, ну, такие себе. Кроме, наверное, бомбардировщиков. Они еще более-менее должны себя чувствовать. Но истребители здесь очень слабые. Реально нам они в будущем не пригодятся. А вот опыт вполне себе. Итак, здесь у нас тоже выбор. Опять-таки мы идем вот сюда. Идем в народ. Потому что это все тоже исторический путь. Ну, я, по крайней мере, смотрю, что бот делает. Нормально. Бот вообще в конце все промышленники остаются враждебными. Но все равно помогают это экономике. Вот. Единственное, наверное, что я сделаю отличное. Бот идет вот сюда. Я, наверное, попробую вот сюда пойти. Но попозже я вам покажу, в чем разница. И опять-таки, бот идет вот сюда. Мы пойдем, скорее всего, вот сюда. Здесь фабрики и дружелюбные фракции. Оба-на. А вот это страшный ивент, который не переведен, к сожалению. И увеличение экономической усталости. Но торговля с Канадой. Окей, вроде нам это надо. Вроде нам это надо. Канадская броня. Так, понимаю, что-то с канадскими танками. Может, или еще что-то. Торговое соглашение какое-то с Канадой. Окей. Окей. Минус 25. Нам с Канадой, кстати говоря, надо будет торговать. Я не помню, что бокситы, по-моему, да, у них или что-то еще. Бокситы у них есть, да. Алюминий у них будет до хрена. Вот, я вспомнил. И будет очень много алюминия. И нам это нужно будет. Ну, плюс другие ресурсы тоже полезно. Нам на самом деле нужно будет реально с ним торговать. Так, надо ложиться в Рот-Айленд. Давайте-ка, оп. Повысим, чтобы поддержка была. Это можно брать. У нас, кстати говоря, публичные пси-докамины. Можно нажать. Плюс 0,35 за 10 политки. На 45 дней. Обязательно надо всегда нажимать. Ой, мы можем уже здесь вот... Мы же помните, да, мы построили. Можем здесь уже от депрессии избавиться. И вот здесь нам это надо. Здесь куча нефти. А здесь нифига нету. Так что я бы сказал, вот это нам здесь не нужно. Военно-бязное население пока что плевать. Этому не будем нажимать. Но вот здесь вот обязательно. Нефть это освободить надо. Американцы любят такое. И вот здесь вот, наверное, пойдем в левый сначала. Нам это и то нужно. Здесь плюс скоростное строительство инфраструктуры, ресурсы. Это нам все нужно. В теории там можно потом будет что-то вот здесь вот взять. Но, объективно говоря, нам пока нужна только экономика. Да и эти фокусы недоступны. Это все фокусы уже военного и предвоенного времени. Мы исследовали ВАСПы. Что ж, давайте сразу же закажем ВАСП-класс. Поехали. И можно прийти итальянских ученых. Но это всего 1%. Пока давайте не будем. ВАСП-класс у нас есть. Северная Каролина мы пока исследовать не хотелось бы. 0,6 это многовато для опережения. Надо поискать что-то другое. Мы, кстати говоря, сможем в Судовской Аравии потом поискать нефть. Найти и получать себе тоже будет достаточно приятно, я думаю. Этак, электрификация сельских районов готова. Можно пойти сюда. Что это нам дает? Скоро строительство инфраструктуры плюс 5% и помешение усталости. Это интересно все. В целом, возможно, и нужно туда пойти. Вопрос, а сколько нам нужно вот сюда пойти быстрее? Наверное, не уверен. Сюда было бы еще неплохо пойти. Здесь ТНП нам можно будет сократить. Но давайте начнем все-таки с вот этих... Нет, давайте, давайте, да. Быстрее сбалансирование бюджета выйдем. ТНП получим. А политка у нас почти готова на что-то. Пострадим ее вот сюда на 15% политической власти. Потому что, ну, политке нужно будет в один момент прям очень много, я думаю. Так что вот сюда мы пойдем. Исследование прям, блин, сложнее и сложнее выбирать, что исследовать. Потому что как бы... Вот это давайте, ладно. С 90 дней пойдет на плюс 5 скорости. Потому что у нас пока ничего нету. И вот сейчас мы так, так сказать, бездумно раскидываем... Не, давайте не будем... Не, не сильно экономно тратиться. Раскидываем эти злоты, а потом, думаю, будет безумно на них встать к 1939 году. Так, а вот, и у нас парень на плюс 15 политической власти переходит в правительство. О, положится в Далласт-Форт-Ворд. Давайте поищем, если у нас есть. Мы такое тоже сможем. И да, я нашел. Следовательно, достойная инициатива. Без проблем. Инфраструктуру мы такую всегда будем принимать. А у нас, в принципе, не сильно большая необходимость сейчас в поддержке. Но все равно. Вот сюда политку я тоже, возможно, потратил. Типа на 5 ТНП. За 25 политки это, ну, как бы, отлично. Думаю, нормально. Вот как раз-таки она у нас накопилась, эта политка. Поехали. У нас все равно, ну, огромная поддержка. А строиться мы будем, да, очень сильно. На эти 5 при наших восьми сотнях. 70 фабрик это просто безумно. 70 фабрик мы получаем от торговли. Вот так, этот закон есть. Давайте сразу сбалансирование бюджета. ТНП получим. И советника себе хорошего получим. Кстати, я тут исследую тоже вот сюда, в синтетику. По одной простой причине нам на самом деле нужна будет резина. Потому что у нас резины мало. В мире резина ограниченное количество. Если кажется, что это много, то нет. Когда у нас будет много сотен заводов, и мы будем делать сотнями заводов наши самолеты, то этой резины может не хватать. Поэтому синтетика нам вполне себе может в один момент пригодиться. Так, здесь у нас тоже, кстати говоря, можно кого-нибудь взять. Я, наверное, возьму вот здесь выбор между вот этим парнем и вот этим на политку. Улучшение мнения плюс 15 стабильности, это, конечно, прикольно. Но влияние мнения на торговые сделки, вообще, учитывая то, что у нас будет хорошее мнение со всеми, то нормально, а нам нужно будет выбивать себе побольше товаров из стран. Ну и у нас освободились уже верфи. Надо бы что-то поинтереснее заказывать. Добавный, кстати, факт. В Йорктауну класс меньшего тира стоит дешевле. Вот, точнее, дороже, чем новый тир. Потому что новый тир, если что, намного-намного меньше хп имеет. Здесь всегда стоит об этом задумываться и смотреть, действительно ли вот эти вот новые корабли получше старых. Часто, вполне себе, они могут быть хуже. Тем более, в Аспе, если вы можете видеть, движок трой. А в этом третий. И, ну, это создаёт разницу в 2 км в час. Это немало на флоте. Извините меня. Не км, а маха. Или, в общем-то, по-моему, здесь не километры. Какой мах? Господи, узлы. Вот, узлы. Ну и пока нам нечего особо делать. Я буду делать подводные лодки. Почему бы нет? Давайте просто в первый театр. Почему бы, собственно говоря, и нет? Подлодки раз, ну и подлодки, допустим, два. Они нам, в принципе, пригодятся, плюс-минус. У них неплохая заметность. То есть достаточно низкая. 16. Аж всего лишь. Это реально очень солидно. Так что можно их построить, они нормальные будут. И в чём фишка? Просто если строить слишком много вот этих кораблей, то мы получим себе баф на лимит... Дебаф, точнее. На плюс стоимость этим кораблям. Из-за лимита по морскому договору. И мы можем ещё одного парня назначить. Вот здесь вот давайте-ка назначим. Есть на военный завод. Нам в теории это пригодится в один момент. Инфраструктура фабрики. Только ради инфраструктуры можно взять этого парня. Но есть у ЦЦ, который берёт 5 скорости строительства и один ТНП. Опять-таки, учитывая, что у нас ТНП занимается сейчас очень много и фабрик у нас очень много, то это, я думаю, выгоднее, чем 5 лишних скорости строительства на дистанции. Ну и можно, в принципе, и смитцев тоже вот закинуть вот сюда. Пожалуй. Чему бы, собственно говоря, нет. А ещё мы можем уже улучшить экономику в Техасе. И вот эту нефть у нас освободить от этой ужасной депрессии. Итак, у нас выборы. Здесь игра даже не даёт выбора. У нас остаётся Рудвильд. Мы получаем вот этого парня. Сейчас накопится у нас, опять-таки, политка. И мы... И мы возьмём... Это ещё минус ТНП. И, пожалуй, вот сюда пойдём, наверное. Скорость строительства инфраструктуры. Если она хотят, то уже есть, если что. Да? И ещё минус... Точнее, плюс политка, как бы, от минус потребления, минус стоимости. Выглядит нормально. Давайте пойдём вниз. Вот про что я вам и говорил. Мы достигли лимита тяжёлых крейсеров. Если бы я добавил здесь вот так вот, наверное, вот этих, которые здесь строились. Ну, потому что, очевидно, заказать новые я не могу. Но вот таким вот образом добавить их в постройку всё ещё технически возможно. То это было бы просто, ну, бессмысленно. Так, сельские дороги расширены. Давайте идём вот сюда. Федеральное агентство строительства. У нас экономика скоро полностью отдохнёт, так сказать. И мы прям заживём новой жизнью. Ещё и сейчас поставим себе Генри Маргента-младшего. Оп. Отлично. У нас ТНП уже до 72 сократилось. Намного проще дышать. Итак, у нас тут за поставки в Флинте. Это, я так подозреваю, вот да. Это вот этот выбор. И вот это, типа, мы про Союзу полностью душим. Либо мы всё-таки делаем новые законы. И надо идти вот сюда. Ради исторического. Ну и вообще, я бы сказал, чуть экономически выгоднее. Хотя, возможно, вот это вот ещё выгоднее. Потому что они поддерживают правительство. Наши промышленники. Но мы идём по плюс-минус историческому пути. Ну и вот это вот, опять-таки, выглядит не так, что и плохо. Два ТНП ещё. И нам нужно не вмешиваться. Так что мы, пускай они с вами разберутся. Оба-на. А вот здесь вот интересный вопрос. Ложится в Южный Техас. Южный Техас. Сколько это будет стоить нам времени? Два месяца. Два месяца на плюс баф нефти. В принципе... В принципе... Нам, наверное, не нужен. Потому что не так, что это много. Небольшой там баф. А поддержка у нас и так огромная. Итак, она готова. И вот сюда идём. Сотрудничаться с Фордом, опять-таки. Да, они могут быть полезны. Согласен. У нас там скоро будет вот этот вот выбор. Мешаться в рецессию. Либо... Переждать её. Мы будем, как я и сказал, пережидать её. Это, в принципе, тоже имеет свои плюсы. Вот там 4 ТНП. Потом ещё и вон там второй акт добавляется. Но... То есть, в принципе, к себе говоря, минус 1 ТНП, честно говоря. Но вот здесь вот тоже есть свои плюсы. В этом. Так что, наверное, мы посидим подождём. У нас там есть новые кораблики, которые можно заказать. Особая оговорка пошла. Теперь можем побольше заказать кораблей. Поэтому давайте-ка ещё сюда. Застраиваем мы, пожалуй, подлодки. И, в принципе... Вот эти кораблики тоже прекрасные. И отправляемся строить вот эти уже. А вот и оно. Рецессия Рузвельта, про которую я и говорил. Можно дождаться, пока оно всё пройдёт. Либо пойти в кенецианскую экономику. А, если говоря, здесь всё-таки не добавляется, а убирается сбалансирование бюджета. Но оно же временное, разве нет? Да, оно временное. Так что, в принципе, нормально. Ничего не меняется. Ой, сложный выбор. Хочется попробовать вот так вот пойти. Да, потому что вот там фракции становятся целые три дружелюбнее. А здесь, наоборот, враждебнее. Давайте попробуем передать рецессию. Поехали. И займёт это, если что, полтора года. То есть, где-то только 39-му, кстати говоря, как и большая часть всего в нашей стране, мы сможем нормально всё делать. А ещё, я думаю, есть смысл немножко поставить и теоретиков. Можно опыт фармить. И у нас тут есть интересный ответ на атаку бронетанковой плюс 5. Вот эти ребята предоставляют только скидки и опыт, так что, я думаю, возьмём мы именно его. И мы исследовали Северную Каролину, так что давайте-ка её и закажем. Причём сразу два корабля. Шикардос. И у нас куча стали не хватает, но надо просто реактивировать потихоньку в стальные заводы, потому что у нас железа хватает. Стальных заводов у нас тоже много. Просто нужно их всех обратно включить. И продолжаем вот здесь вот идти по вот этим фокусам. Тоже экономику себе оживляя, плюс, повышая скорость строительства и инфраструктуры. Потому что мы строим, ну, очевидно, только её сейчас. Ой, мы можем уже искать нефть на Ближнем Востоке. Давайте так и сделаем. Потому что нам её пока что чуть-чуть не хватает. Конечно, в этом виновата то, что мы ещё и тихуй не исследовали. И у нас процент, верно, 80 нефти нашей идёт в никуда. Но, если мы получим просто права на ещё какую-то страну, то эту нефть, по-моему, мы не будем экспортировать. Но это не точно. В любом случае, больше нефти — хорошо. О, и у нас дали разрешение на зобычу нефти. И, ой, как удачно мы нашли там нефть. Невероятная удача. Конечно же, на пользу нашей стране Америки. И знаете, что я хотел бы ещё сделать? Вот того, наверное, чуть-чуть не может подождать. Нам бы акт хейджа сделать, потому что он палитку нам режет. Нам бы, на самом деле, эту палитку получить. Так что давайте пройдём вот здесь вот. По фокусам. И, пожалуй, возьмёмся сразу концерн городской. Я думал о том, чтобы вот здесь его взять. Скидкой за опыт. Слушайте, вот сейчас я подумал, что, возможно, опыт в цене. Хотя нет, ни хрена. Мы опыт ещё нафармим с нефтью. Политка цене. У нас потом политки будет не хватать. Давайте дождёмся, короче говоря, опыта. Поставим здесь вот эту скидочку на конструктор кораблей политическую. Поставим себе конструктор кораблей. И, наверное, стоит вот эту штуку поставить себе. Может, электронику мы исследуем, в принципе. Но самое главное — 5% инфраструктуры. Потом, когда появится у нас вот эта промышленность военного времени, мы переключимся вот сюда. А пока нужно строить эту чёртовую инфраструктуру. И тут началась война в Китае. Я бы, знаете что? Я бы, как только смог накопить политку, в принципе, это достаточно скоро, отправил бы им туда Аташе. Нам она пригодится, я думаю. И да, они согласятся. Отлично. Плюс Аташе в Китае. Будем сейчас опыт фармить. И ставим модернизм. Следующая наша политка идёт на линкоры вот здесь вот. Вообще-то, вот оно и подъехало достаточно быстро. Потому что линкоры нам нужно, конечно же, производить их побыстрее. Вот это вот достроится побыстрее, на самом деле. У нас просто куча дебафов к производительности. Но всё равно строим пока, конечно, очень медленно всё. Япония в этом плане быстрее. Но количество мы, конечно же, наших верфей берём. Нет, вот это я на самом деле не хочу опережать. А что у нас можно поопережать так, чтобы это было хотя бы полезно? Блин, хороший вопрос. Как будто ничего. Ну и, пожалуй, давайте возьмёмся вот этого парня на опыт флота. И потом возьмёмся ещё на опыт авиации, я думаю. И после этого ещё я бы взял... Ну, как только оно копится вот сюда. Хотя нет, мы не можем сюда. Но с помощью что-то другое было ещё полезное. Ну-ка, ну-ка. Слушайте. Вот, да, вот это вот у нас. Плюс 008 мы это тоже сделаем. Так, положения в экономику нет. Пожалуй. И потом вот здесь вот сделаем морскую реформу. Кстати говоря, советник по вопросам флота вопрос... Так, выездить наши войска из Китая, либо... Потребуется... Нет, конечно, мы потребуем компенсацию. Вы что? Вот здесь вот нам нужна морская реформа. И вопрос командующего флота, советника по вопросам флотом. Это вот сюда я потерял сейчас 25 политки. Я так понял, да? Да, 25 политки я только что потерял, но недавно. Неприятная ситуация. Вообще, я думаю, на это можно подокончить серию. Мы уже почти дошли до 1938 года. Наша экономика потихоньку-потихоньку восстанавливается. Эта структура нам еще строить, конечно, до хрена и трошки, как говорится. Но уже потихоньку. Самое главное, что нам нужно? Нам нужно передать рецессию. Вот, еще чуть меньше года. Потом, потом заживем, как говорится. И потом мы пройдем вот сюда. Это нам ничего не даст, кстати говоря, в отличие от Кинсианской. Там некоторые бафы были. Но от хечи мы сейчас сделаем. В общем-то, будем оживать. Потом нам бы вот сюда. Нам нужен гигант пробуждается. Нам нужно кэшн-кэрри поправка. А это будет поправка, когда начнет мировая война. То есть, сейчас это первая война. Мы берем кэшн-кэрри. Мы берем закон о длинной длительности. Наверное, после игры вот этого вот. Посмотрим, в общем-то. Мы берем гигант пробуждается. И начинаем нашу экономику реально на военный лад перестраивать. И вы просто увидите, господи, американская военная экономика здесь просто безумна. А с вами, ребят, был UpGame. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.